В соседнем кабинете у нас сидит психолог, которому мы сразу посылаем семью и ребятенка для того, чтобы оказать непосредственную, самую первую помощь. С теорией знакомы все, вот применить знания на практике – задача непростая. Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию – это не только действия по правилам, но и поиск взаимопонимания. Главный принцип советует Ольга Лемарова – сначала в проблему окунуться, а уже потом вместе искать выход. Мы каждого слушаем, проводим через себя все, а не пропускать через себя невозможно. Тогда человек просто зачерствеет и будет безразличен к горю и к проблемам других людей. Поэтому я и говорю – сначала любить, потом учить. Педагоги, сотрудники опеки и комиссии по делам несовершеннолетних вновь сели за парты, улучшают навыки на лекциях и семинарах. Видеть, слышать, замечать и чувствовать проблему обязан уметь каждый, отмечают специалисты. Не обязательно ребенок должен тебе прийти и ртом сказать «мама, мне плохо» или «учитель, мне плохо». Мы это можем заметить с вами, обращая внимание на все, что происходит с ним, на всю динамику его поведения. Особый акцент на трудоустройстве летняя подработка может не только научить финансовой грамотности, но и привить ответственность. Уже существует федеральная платформа, где каждый подросток может найти дело по душе. Заказы публикуются круглый год. На текущий момент мы делаем доработку платформы специально для молодежи, чтобы сопоставлять ее с учебным графиком. Так, чтобы мы могли контролировать на своем уровне, что ребята не делают это во время школьных занятий. Двухдневное повышение квалификации прошло в Одинцовской школе номер 14. Фонд «Образ жизни» обучение проводит уже десятый год. Сейчас упор не только на работу с детьми, но и с родителями. Здесь педагогическая деонтология по взаимодействию с родителями. И это, по мне, например, новая область. Как взаимодействовать, как выстраивать диалог, как самому в этом диалоге не угореть педагогу и не испортить отношения с родителем. И в то же время, самое главное, добиться результата. 40 специалистов работали в единой команде. Лекции и семинары уже позади. Повышение квалификации состоялось. Впереди получение диплома государственного образца и, конечно, применение знаний на практике. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.